Интерактив – это всегда сложно. Но это требует просто большей затраты энергетической, организационной. То есть преподаватель должен быть не только актером хорошим, но еще и модератором хорошим. Он должен понимать, что аудитория не просто может его слушать. Вообще говоря, аудитория – это живые люди, у каждого из которых есть свой интерес и свое мнение. Пускай она будет бестолковая. И в принципе он должен работать не с абстрактными мозгами, а вот с этими мнениями, которые во многом неправильные, потому что они не соответствуют фактическому положению дел. Надо уметь эти мнения вытащить, разобрать их, показать, где они ошибаются, положить обратно, соответственно, поправленное. И иногда это приводит к тому, что собственный материал меняется. И тогда мы переходим еще к одной форме, которая называется «расширенная лекция». Когда учебный материал, появившийся в ходе какой-то одной дискуссии, одного мастер-класса, начинает обрастать комментариями. Это, конечно, не живет в тетрадках, это всегда живет только в сетях. То есть это нужно понимать, что это все будет жить только в среде с общим доступом, куда можно положить материал, там, ролики на Ютубе, площадки ВКонтакте, площадки на Фейсбуке. Это, по большому счету, не важно. Это, конечно, любая среда, куда порог доступа минимизирован для всех, куда все привычно заходят. Начинается это, не знаю, с ролика или с презентации, это исходная точка, отправная точка материала учебного. И дальше он начинает обрастать заданиями преподавателями, комментариями студентов, выполненными заданиями студентов, вопросами, новыми сущностями, которые добавляют туда студенты. То есть я сделал лекцию про проектное управление и попросил собрать материалы о провалившихся проектах, самых ярких, последнего десятилетия. Мне собрали, у меня уже не одна презентация, а 25 презентаций. И вот остальные, остальные 24, это пускай будут маленькие материалы, мы их обсуждаем. И на основе их я делаю следующее задание. Придумать кейсы, которые вытягивают эти провалившиеся проекты из провалившихся в успешные. Бестолковые кейсы, бестолковые, это будут придумки, они будут нерабочие, нежеспособные. Но это работа, сам по себе работа, которая тоже ценна своим содержанием. Что придумано, что получилось, как это зажило. Затем я вот эти вот получившиеся идеи отправляю в игру, в игровую, в модельную среду. Это будет у нас ход номер 6 из новых технологий. И в этой модельной среде мы смотрим, мы пробуем, как эти проекты будут жить на самом деле. Ну, в игровой условности, как минимум, будут жить. Это уже качественно другое осмысление материала, нежели просто прочтение и какой-нибудь семинар с обсуждением, дискуссией. Потому что здесь ты внезапно оказываешься в ситуации массы факторов, которые для тебя становятся очевидными. Не просто проговоренными, что там, вот есть экономические ограничения. Я не знаю, что такое экономические ограничения. Я никогда руками не щупал, я никогда с ними не сталкивался. Когда ты в игре понимаешь, что экономические ограничения не только денег нет, но, например, кредит долгие не бывают, а бывают только короткие и дорогие. А тебе нужны длинные и дешевые деньги. А банки бестолковые не понимают твоей идеи, потому что они привыкли кредитовать только мелкий и средний бизнес торгового характера, ритейлового характера. Второе экономическое ограничение. А в стране денег, ну, как бы есть, но не на то. Это как бы экономическое и политическое ограничение. А оказывается, что у тебя процесс инвестирования это не просто получение некого кэша в чемодане, а это целая история, процедура. Надо получить деньги, надо их вложить не в одно место, в 25 направлений, надо проверить, чтобы каждое из этих направлений сработало, получил результат, собрать это воедино, упаковать, выдвинуть продукт на рынок, продать его. И мы уже ушли из процесса просто разработки, бесконечного опыта конструкторского, разработческого процесса, мечты любого инженера-разработчика. Мы уже ушли в рыночный процесс, где совсем другие компетенции нужны. Эта игровая среда очень быстро формирует такие понимания и очень быстро формирует компетенции, которые необходимы сегодняшнему специалисту в любой практической области. Потому что, будь ты микробиолог или будь ты физиоядерщик, тебе нужно понимать, в каком рынке, в каком окружении ты находишься. И, соответственно, игровой интерактив, который нам показал работать с этим проектом, это еще один результат. И вот мы так, наслаивая на эту базовую лекцию про проектирование, мы получили еще один этаж, еще один этаж, еще один этаж. Это уже большая, интересная такая область знания, в которую можно просто запускать новый поток студентов и говорить, ребят, разберитесь вот с этим. Вытащите оттуда то, что вам показалось неправильным, ошибочным, и давайте это разберем. И в какой-то момент оказывается, что, собственно, процесс работы вот с этим материалом интереснее, чем базовая лекция, он полезнее получше, чем базовая лекция. И базовый материал оказывается уже не столь ценен, как то, что на нем наработано. Вот такой новый формат получается образование. И здесь на каждом этапе исследования, управления, обучения присутствует полного века. Продолжение следует...